Девушки отдыхают Еще одна гоночная аркада, но от этого не менее интересная Cars Mother Nation Газонокосилка в виде болида Формулы-1 Унаследовал не только аэродинамический обвес, но даже штурвал Представляем обзор новинок из мира активного образа жизни В мире проводится множество исследований по повышению физических способностей человека Усиленные тренировки, совершенствование спортивной одежды Немецкая фирма Allen Sport Article выпустила новые изделия для более эффективной ходьбы пешком Ботинки Power Skip весят по 3,5 килограмма каждый и имеют ресурс до 1000 часов использования Пружины сделаны из алюминиевых сплавов, позаимствованных из аэрокосмических технологий Грег Колодейчик из Канады спроектировал и построил одноместную лодку на мускульном приводе И намеревается пересечь на ней Атлантический океан от западного побережья Африки до северного побережья Южной Америки Последний рекорд преодоления Атлантики составил 42 дня А по расчетам Грега он может улучшить результат на 48 часов Для этого ему придется проплывать по 140 километров в сутки В ноябре этого года уже второй раз прошли соревнования машин-роботов В первый раз была выбрана трасса по пустынным просторам Но теперь инженеры пошли дальше и адаптировали свои модели к городским условиям Роботы поочередно проезжали один и тот же маршрут по улицам городка Викторовиль в Калифорнии Победила команда Tartan Racing Их робот по имени Boss, построенный на основе Chevrolet Tahoe, преодолел 90 километров по городу за 4 часа Француз Кадек Буше в попытке как-то разнообразить процесс подстригания газонов Добавил в него элементы любимого вида автоспорта Газонокосилка в виде болида Формулы-1 унаследовала не только аэродинамический обвес, но даже штурвал Предусмотрено несколько вариантов дизайна, чтобы любой поклонник смог найти газонокосилку Соответствующую расцветке любимой команды Машина даже оборудована LCD-дисплеем, который отображает массу полезной информации Когда на экраны вышел фильм «Тачки», этот мультфильм посмотрело огромное количество людей и был побит не один кассовый рекорд Но, что самое интересное, по мотивам этого фильма вышло целых две компьютерных игры Cars The Video Game и Cars Radiator Springs Adventure Вторая игра — это простенькая детская аркада Cars MaterNational — это игра для тех самых поклонников и фанатов игры «Тачки», которые сделали ее самой продаваемой детской игрой прошлого года Игра «Тачки» разрабатывалась для всех возможных платформ и в итоге получилось что-то вроде Grand Fifth After Но только для более маленьких геймеров Вы также можете просто кататься по городу и исследовать отдельно созданный город Radiator Springs В разных частях этого города вам предлагают пройти небольшие задания И в некоторых случаях они даже расходятся с оригиналом Кстати, в этой версии игры практически все полностью переделано заново Вам предлагают пять новых международных классов, шесть полностью новых мини-игр и еще несколько нововведений Машины в игре выглядят точно так же, как в мультфильме Сотрудники компании Pixar, которые рисовали мульт, очень хорошо объяснили, как нужно создавать виртуальных героев Машинки ведут себя совершенно так же, как и их прототипы Играть в игру достаточно просто, есть газ, нитрос, прыжок, возможности езды на двух боковых колесах и управляемый занос Все это, конечно, здорово, но посмотрите, как легко играется и без этих премудрость К сожалению, не все так хорошо в этой игре Большую часть времени приходится ездить в гордом одиночестве, как по городу, так и в гонках А выполнять задания типа «собери все такие штучки и еще пару сотен таких» очень однобратно Возможно, вы этого и не заметите, так как игра подкупает своими мини-играми Типа запугивания спящих тракторов и своеобразного стрит-рейсинга А сам игровой процесс разбавлен забавными видеовставками и неплохими приколами главных героев И уверяем вас, что до самого конца у вас точно не пропадет желание попасть на самую главную гонку сезона Что самое интересное в этой игре, нет четкого упора на сюжетное прохождение игры или только на мини-игры Здесь есть и то, и другое в примерно равных пропорциях Дело в том, что эти самые мини-игры затягивают очень сильно И возможно, что вы потратите на них времени больше, чем на само прохождение игры Но все это относится только к тем из вас, кому эта игра вообще интересна Ведь, по сути, Cars Matter National — это просто такие гоночки для фанатов оригинального мультфильма Смотрите далее В серии гоночных аркад Need for Speed наконец-то расцвело Кроме этого, все машины теперь разлетаются в щепки В первом квартале 2008 года в продажу вводят новый автомобильный симулятор Motorm 4X Представляем обзор интересных игр прошлого и ближайшего будущего Симулятор гольфа Jack Nicklaus 5 вышел в 1997 году Игра является одной из первых качественных симуляторов этого вида спорта Игровой процесс состоит из прохождения лунок, расположенных в самых разных локациях Графика довольно слабая, а поведение мяча не подчиняется никаким законам физики Этот симулятор можно рассматривать лишь как раритет Тем более, что 10 лет для компьютерной игры — очень большой срок Grand Prix 3 вышла в июле 2000 года и почти сразу получила признание игровой общественности В игре сочетаются реалистичная физическая модель и подробная модель разрушения болидов в случае аварии Кроме всех реальных правил чемпионата, игрок должен соблюдать тактику заездов, учитывая пит-стопы Управление сложное, благодаря чему создается эффект полного погружения в происходящее на треке В 2008 году выйдет новый автосимулятор от компании Blimey Games Ferrari Project посвящена лучшим автомобилям концерна Ferrari Кроме того, игрок сможет узнать множество интересных фактов из истории знаменитой итальянской марки В первую очередь, внимание привлекает на удивление реалистичная графика Реплей заездов сложно отличить от телевизионной трансляции Игра должна выйти на платформах PC, Xbox 360 и PlayStation 3 В первом квартале 2008 года в продажу вводит новый автомобильный симулятор от компании The Easy Company Motor 4X качественно отличается от аналогов Пользователю предоставлена полная свобода передвижения по местности Таким образом, время на дистанцию зависит в большей мере от выбранной тактики Все это, вкупе с применением исключительно реалистичной физической модели полноприводных джипов Погружает игрока в необыкновенный мир дорожного экстрима Мечты сбываются, по крайней мере у фанатов легендарной серии гонок Need for Speed И в самом деле, такое случается не часто, чтобы разработчики Прислушившись к недовольному ворчанию игроков Выпустили продукт, способный удовлетворить даже самого взыскательного геймера Во-первых, ProStreet вывел жанр аркадных гонок на новый уровень Отныне машины не только ведут себя реалистично, но и ломаются не менее правдоподобно Хорошенько впечатавшись в ограждение, вы, если и сможете продолжить гонку, то только на последних позициях Кроме того, чинить авто придется за свой счет Разработчики, следуя самым современным тенденциям в жанре уличных гонок Перенесли действия игры с ночных улиц на залитый дневным светом специально обустроенные гоночные треки Режимов всего 4 Кольцевые гонки, дрифт, драк и спид-челлендж Последний представляет собой заезд по трассе с несколькими чекпоинтами, на которых происходит замер скорости По приезду на финиш эти цифры суммируются и выигрывает тот, кто пронесся мимо всех чекпоинтов с максимальной скоростью Вот как это происходит Да, иногда лучше ездить по правилам или хотя бы по огороженным трассам Кстати, на один из таких треков мы сейчас и отправимся Нас ждет заезд по кольцевой трассе на машине класса GTR С нейтроускорителем и мощностью более 400 лошадиных сил Не забудьте прескнуть ремни, мы уже едем По правой бровке обходим сразу несколько машин Оп, а вот и первые царапины Ерунда, зато мы на четвертом месте Нет, уже на пятом Да, это будет сложнее, чем мы предполагали Кто это все тормозят? А, это был поворот Прекрасно, отыграли сразу две позиции Так, кто-то вспомнил про нитроускоритель и обошел нас как стоячих Но ничего, мы пока прибережем силы Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой крутой поворот Ну дела, разломали все ограждения Ничего, главное, машина цела Кое-как возвращаемся на трассу и продолжаем гонку на самом последнем, восьмом месте Ага, самое время воспользоваться нитроускорителем Неплохо получилось, прокатились с ветерком, да еще и вернули себе свое законное четвертое место На втором круге вылетов быть не должно, повороты уже изучены Да и к машине начинаем привыкать Тем временем мы уже добрались до третьей позиции и буквально дышим в спину лидером Даже толкаем их, что, впрочем, не в нашу пользу Из-за небольшого столкновения теряем скорость И нам приходится использовать последний запас нитроса 140 миль в час Но впереди поворот Резко тормозим и обходим одного Второй тем временем не справляется с управлением и летит кубарем Но враг не дремлет И вот уже позади маячит его капот Он бьет нас, машину заносит, летим в отбойник Ай! Скорость потеряна, нитроса больше нет И мы на втором месте за полкруга до финиша Но ничего, главное не сдаваться Машины еще едут и в тоннеле можно неплохо разогнаться даже без ускорителя Пулей вылетаем из тоннеля Скорость 150 миль в час До финиша несколько сотен метров Ноздря в ноздрю идем с нашим обидчиком И победа! Потрясающая гонка! Вот наши результаты Мы победили с отрывом 48 сотых Менее полусекунды решила исход этой гонки Смотрите в следующий раз Сенсибл Сокер 2006 Возвращение легендарной серии мультяшных футбольных симуляторов Такой веселой спортивной игры вы еще не видели Представляем вашему вниманию новый менеджер футбольной команды FIFA Manager 08 Следующая версия, как ей и положено, обновила базу данных по командам Все это в следующий раз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok